Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья, возможно кто-то лично знаком со мной. Сегодня мы собрались с вами в Патригорьково, ранним утром, летом, все хорошо, прекрасно. Сегодня мы расскажем вам о том, кто такие блогеры, объясним деятельность и ведем до вас все-таки ту мысль, что это хорошо, убедим вас в этом, что заниматься блогингом это хорошо. Сначала расскажем, кто такие блогеры. Блогеры это, блогером можно стать любой человек, любой возрастной категории. Который ведет свой мини-обзор, мини-электродный дневник, записывает это видео и несет информацию к нас по определенным интересам, по категориям. То есть, допустим, бьюти-блогинг, кому интересно сферы красоты, политика, психология, кулинария. Также сравнить блогинг можно с рынком рекламы. Также его можно сравнить. Кто-то, может быть, подскажет? С чем можно сравнить? Да. Блогинг? Да. С наркотиками, наверное. Подсаживаешься на него. Возможно. Можно и с проституцией сравнить. Когда эти блогеры, они все-таки продадут. Продадут вообще. Мангу продадут. А теперь это творчество. Потому что они все-таки креативные. Также это можно отчасти сравнить с журналистикой. Так как блогеры, они могут вести съемку и выкладывать это в массы. То есть, какие-то новости в любой сфере. Что можно процедировать по этому поводу? Если вам велит душа и сердце что-то, не нужно это оттягивать. То есть, не нужно себя оттягивать. Причина того, что у меня это не получится или это будет завтра. Это нужно делать сегодня и сейчас. Джейсон стек. Сейчас будет. Может быть, какие-то вопросы есть, что это отразит? Доходы блогинга, пожалуйста. Доходы блогинга мы будем обсуждать далее. А, хорошо. Сейчас у нас идет тема, кто такие блогеры. Сколько денег надо заплатить, чтобы стать блогером? Нисколько денег, не надо платить. Пока раскручивается канал, нравится аудитория, подписчики. Мы, кстати, аудитория в ЖМ 50+. Чтобы вы понимаете. Ага. 50+. Это что там Максим, когда сидит дома там, он блогер. Ничего себе. Что это они делали? На заводы идите, блогеры. Беги, блогеры. Страна стоит. 50 лет это еще не было. Мы все понимаем, как он говорит. Но кто такие блогеры? Кто такие? Блогер. Это любой человек, который ведет публичную жизнь и выставляет ее на показ. Свои какие-то моменты из жизни. Вращенцы, что ли? Вращенцы, что ли? У кого какие интересы, возможно, и вращенцы тоже. Маша с Ленинградки блогер тоже? Да, она всякое на показ оставляет. Кому что интересно? Это как Ленин? Это как Ленин? Что именно как Ленин? Блогер, публичный. Как блогер. Что же вы злые такие люди-то? Шашки нам не дают? Вы на 5,50 плюс. Шашки. Ну вот смотрите. Вас пенсию тут отнимают. А вы нам про блогинг. Давайте мы все-таки расскажем вам, что такое блогинг. И вот на примерах потихонечку. Вы чувствуете себя бесполезными? У вас есть такое? Нет. Да. Мы свое отпахали. Вы друг нас. А сейчас вы вот сидите, ругаете власть, сидя на лавочке. Вам это не надоело? Нет. Они должны измениться. Они должны измениться. Но что вы сделали для этого? Я знаю, что мы не это вообще. Родили вас. Построили завод. Как вы? Молодежь такая. Пошла я вообще. А сейчас? Сейчас вы можете сделать мир лучше? Почему? Сейчас вы можете сделать мир лучше? Ну давай послушаем. Вам не интересно? Как? Как это? Вот так. Телефонами торговать, что ли? Нет. Вы можете поднимать новые продукты. Машу. Вы можете поднимать актуальные проблемы, которые вас интересуют. Какие-нибудь пенсии, коррупционеры, неправильные парковки. Вся эта непотребство, которое творится. Все это. Вы можете об этом рассказывать в интернет. Освещать такие проблемы. И власть прислушается. Власть или бизнес. Они найдут способ. Но какой интернет? У меня телефон кнопочный. Я пик-пик внуку позвонить. И все. Боже, тысячу рублей сейчас стоит такой телефончик. У меня пенсия 4. О чем вы говорите? Ребята, 50 лет. 50 лет это нормально. 50 лет это нормально. Это еще не снижается. Тем более сейчас все молодеют. Пенсию, что у нас возраст. А нет, там 50 плюс записка. Может, я там не 8 с ним вообще? Я не понимаю, что я пишу. Итак, ребята, я вообще-то пришел узнать про блоггинг. И осталось всего минута 20. Я надеюсь, я узнаю, что это происходит. Итак, вы можете сделать мир лучше с помощью того, что вы будете освещать актуальные проблемы в интернете. Вы будете рассказывать про них. И вас услышат, на вас отреагируют. Примеры вам нужны? Может, вы не верите мне просто? Вот смотрите. А вот на мусорках, заметили, появились, например, контейнеры для пластика, которые перерабатывают... Где пластик перерабатывают отдельно. Где это хорошо для экологии, может быть, не знаете, да? И откуда все это произошло? А сколько незаконных мусорок поубирали путем стараниями вот этих людей, ответственных, социальных, которые ходили, выкладывали во все интернеты, во все сети, во все, куда они только могли, все эти проблемы. Люди начинали возмущаться, начинали разговаривать об этом. И кому-то пришлось отреагировать. Ну, смотрите, давайте... Это не только про наши актуальные проблемы общественные. Блогинга и еще намного влияет. Давайте сейчас вам кое-что об этом расскажет доктор-ученый, доктор медицинских наук, журналист и просто хороший человек, Юрий Пирогов. Добрый день, товарищи. Я очень рад вас всех видеть. Да, я доктор. Вот мой намученный труд. Писал, может, много лет. Я написал всю свою работу. Найдет блогеров, как это влияет на здоровье. И еще я пишу в газете «Здоровье». Там есть у нас статистика, где я поневел, где блогеры, если не заниматься блогером, то это влияет на психическое здоровье. Уступать такие болезни, как адгеймер. Вы болеть не будете. Шансов заболеть намного меньше. В газете все это написано. Там есть статистика. Я привел на мученные факты. У меня даже есть знакомый, который я использовал в этом исследовании. Да так было, как он занимался блогером, ну, нет, не занимался, а начал заниматься. Он стал очень соседним человеком. И много задоварабатывали. У меня есть вот даже визитки, если мне кто-то заинтересовался, представит, вот, 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 а все. Вот, спасибо. А дальше... Друзья, я так вот услышал ваши комментарии по поводу денег, финансов, что-то, да, и прочее. Но скажите, кто бы из вас здесь присутствующих, наверняка для всех, кто важен, хотел бы заработать дополнительные деньги, не выходя из дома? И ничего не делать. Я вам открою тайну. Это можно сделать, это можно сделать, занимаясь блогингом. Расскажу вам свою историю жизни, которая была несколько лет назад, с вами, как я вообще познакомился с тем, что это такое. Я захотел сварить больше. Мамы рядом не было, к сожалению. И я, естественно, в интернет, на YouTube-канал попал, где увидел рецепт отличного приготовления борща. Я заинтересовался, зашел посмотреть, кто эта женщина, Валентина Петровна. Как потом оказалось, она была соседкой дома. Как это все произошло у нее, я потом у нее спросил. Все очень просто. Она говорит, соседи меня замучили. У нее свой участок дачный. Она замечательно выращивает огурцы, помидоры, делает закрутки все. И она говорит, мне надоело каждому рассказывать. Я сняла ролик, выложила это в интернет. И всем даю ссылку. Они все смотрят, смотрят, видят это все, подписываются и все. Так я вам скажу еще другую интересную вещь, что заинтересовались не только же ее соседи, но как вот у нее удалось выращивать такие замечательные красные сочные помидоры. А все потому, что она пользовалась пестицидами. Бразовская фабрика пестицидного производства, которые ее попросили рассказать более подробно. И теперь эта фабрика получает очень большую структуру. Ну, голословным не хочется быть, в моих словах. Вы скажете, кто такая Валентина Петровна, соседка непонятная. Я провел некоторую статистику блогинга, именно которые посвящены народному хозяйству, производству каких-то овощей, помидоров. Вот за последние 4 года мы можем наблюдать, стремительный рост наблюдается блогинга из-за интересованности людей. И мы можем на втором графике наблюдать, что не только люди пожилого возраста, но также молодые люди, которые покупают дачи, дома. У вас, наверное, есть дачный дом. Из-за интересов вам достаточно? Мы начали полюдомчики. Болидают и следят за этим. и следят за этим. Я бы хотел предоставить слово Калиде. Прошу, пожалуйста. Я еще и коренная ростовчанка. Я живу в центре города и очень часто гуляю по нашему замечательному парку Борького. И с детства наблюдаю за вами, за людьми, которые играют в шахматы и в шашки. И, если честно, восхищаюсь вами. Я восхищаюсь тем, что вы находите время отвлечься и посвятить себя этому интереснейшему увлечению. Замедлиться. Сейчас исследование, читала последнее исследование, потому что время действительно стремительно сокращается. Очень много дел, очень много времени. Люди работают и мало уделяют как раз таки своему увлечению, своему развитию и общению. И я восхищаюсь вами тем, что у вас эта способность есть. Действительно, о чем я думаю. Знаете, о чем? Потому что сейчас лето, а скоро осень. И у вас нет закрытой площадки. Но, насколько понимаю, это же не обязательно должна быть улица. Можно продолжить общение в интернете. Кто-то из вас продолжает увлекаться шахматами в интернете? Да. В однокласснику сиди. Вы просто обсуждаете что вы делаете? Классы. Я ставлю классы. Подарки. И пятерки своим. А кто-то обсуждает именно тему шахматы, шашек в интернете? Я веду паблик шахматы. Кому за 50. Так вы блогер? У нас есть блогер. среди вас, как вас есть. Я блогер? Что ж ты за ракантом? Что вы думаете? Я не знаю. Сейчас я действительно подпишу с блогерством. Я увлеклась этой темой тоже. Я посмотрела, что это огромное количество людей, которые рассказывают о том, как они делают шахматы, как они коллекционируют их, обсуждают какие-то комбинации, интересные случаи, которые были. Вы представляете масштаб этого? Это не только наш парк, наш город, это целая страна. И если вы станете писать о том, что интересно, представляете, как насколько расширится ваш круг общения? Представьте себе объем. Если сейчас у вас мог возникнуть вопрос, для этого много чего нужно. все просто. Телефон или компьютер и интернет. Все. Минимум предмета. И следующий вопрос, который возникает. Кому это нужно? Ребят, нужно. Просто начните. Интернет настолько огромен, людей так много, вы обязательно найдете тех, кому будет это интересно. И ваш круг общения расширится в огромных масштабах. Что бы мне еще хотелось? Я очень рада, что я с вами познакомилась. И я бы хотела, ну как блогер, пусть это будет тоже мой личный блог, я бы хотела вас всех сфотографировать и выложить в свою социальную тесть. Я хотела бы, чтобы люди, живущие в других городах, увидели, что в моем городе есть такие замечательные люди с таким крутым и древним увлечением. Давайте мы, ну, Борис, в мою камеру много людей не поместится, мне нужно человек 7. Можете кто-нибудь читать? Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, наше, семь. Ох, тяжело. Самфача. Ну и крикнем что-нибудь, типа привет, ну давайте передадим привет, наше, наше, наше. Наше, наше. Наше, наше. Наше, наше. Быстрее уже, а? Стоять. Привет, кричите все. Привет. Что ж ты не внула, поясни. Ты же не горкаешь нас, а, здорово. Ребята, все, фоткаю. А, кричите. А, здорово. А ты фоткала? О, спасибо. Так он вас фоткает. Как я фоткала? Как вы получите? О, ты блогер, а? Необычно. Как вы сделаете? Пока. Пока. Продолжение следует...